Офигенно, классно есть качан из капусты, из больших два куска. Найс! Залетела шавуха в одно ухо, вылетела у моего братухи. Тут даже больше шести слоев лаваша, вы чё? Вы не ка... Нет, серьёзно! Тут нет ни-че-го. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Больше Кушай, меня зовут Никита. А я Даша. И сегодня у нас на обзоре доставка шавермы. И названию весьма банально и в то же время нет. Шаверма Братуха. На улице льёт дождь, и мы решили, почему бы не заказать? Давайте попробуем. Там довольно-таки позиции немного, их всего около пяти разных сколько? Раз, два, три, четыре... А, четыре! Четыре шавермы. Шавермы, как вам угодно, кто где живёт, так и называют. В Питере называют, по-моему, как раз-таки шавермы, да? Да. А в Москве привыкли называть шаверма. Или донер. Или донер, да. Как правильно, решайте сами. На самом деле, у каждого названия есть свои истоки. И если будет интересно, мы сделаем целый выпуск про шаверму, шаверму, как угодно. Откуда пошли названия и вообще какие у них отличия. Итак, я предлагаю начать с первых позиций, и первая позиция у нас будет весьма необычная. Какая у нас будет? В доставке этой шавурмы был хот-дог. И причём он весьма необычный, он с чипсиками. С чипсиками? Да. Это тут сверху чипсики. И он весьма подгорелый, он сгорелый. Обалдеть, вот это его подкоптили, он прям чёрный. Подождём, смотрите, ребят. То есть видно, что он чёрный. Он действительно чёрный. Видно, да? Но при том, у него огромная сосиска, неразмякшие чипсики и очень много соуса. Это не чипсики, это картошка такая. Ну, такие чипсики в виде соломки продаются. Это, скорее всего, они используют. Ну что, разрежем. Хочу обратить внимание, доставка была около часа по времени. И вот буквально прям сразу же, как пришло всё, мы сели снимать. То есть мы не ждали там даже пяти минут, прям сразу сели. И я вот беру, он холодный. Вот возьми. Да, такой. Так. Тут довольно-таки сочная сосисочка. Очень много начинки, внутри очень много овощей. Ну, поехали. Пробуем. Вкуснятина. Сосиска вкусная. Очень вкусная. И овощи в меру, прям супер. Правда, вот это вот всё, что вылетает. Овощи это хорошо, они действительно вкусные. Мне нравится, как всё вместе сочетание. Но мне не нравится бука, она какая-то засохшая. Она твёрдая, она не мягкая. Она твёрдая. И твёрдень, как для питы, как будто бы вот используется. Вот как раз-таки почему тебе всё посыпалось? Приходится сделать усилие, чтобы надкусить. И когда ты это делаешь, у тебя всё начинает сыпаться. За твёрдой горки. Да. Да, я сейчас ещё раз укушу, покажу, что там внутри находится. Что у нас тут? У нас тут горчичка, всё по классике. Соус, кетчуп, огурчик солёный. Ну-ка отдельно попробуем. Или лук, по-моему, там я ещё заметила, хрустящий. Либо это была капуста, которая пекинская. Какая пекинская? Да, по-моему, там капуста была пекинская ещё. Огурчик такой, кстати, даже не солёный, скорее, он квашеный. Ну, опять же, почему такая бука здесь? Потому что её пересушили, и вы видели, до этого она чёрная. Да. Но вкусно. Помидорки. Ну, в принципе, всё просто. И вот эта картошечка нарезана слайсами и засушена, типа как чипсики. Нет. Целый вкусно, но, опять же, бука здесь всё испортила. Вот это, за это просто дизлайк. Хочу сразу обратить внимание, салфеток привезли немного. То есть, сколько? Ты одну, две взяла? Я взяла вот одну салфетку, вытереть руки. Это всё, что осталось. Ну, вот это всё. Представляешь, у нас две персоны, и такое количество позиций огромное. Да. Это очень мало. Очень мало, при том, что только на один хот-дог, если бы сейчас руки не помыл, пришлось вот эти все салфетки туда закинуть. Осталось продолжить с картошечки. Да, пробуй. Потому что она уже превратится сейчас в ничто иначе. Давай. Это просто обычная картошка фри. Без соли, без ничего. В просто картошечку. В смысле, без соли? Ну, я не знаю, надо попробовать. По-моему, она почти без соли. Это не важно, солью или без соли. Посолить всегда можно самому. Могу сказать, что она... Есть и утерпимо. Она не прям мягкая, но... А я бы сказал, она хуже, чем из МакДака, и при этом она размокла, как, знаете, тоже в МакДаке кто-то полежит чуть-чуть. Ну... Нет, причем он сейчас попал в сок соленый. Все, мне плохо. Да, обычная картошка. Учитывая, что нам везли, это вот сколько? Час? А, с... А, час. Нет, они везли не час, они везли всего 20 минут, готовили до этого времени. Всего минут 20, 25 максимум везли. Если честно, это все остыло и превратилось в ужас. Такое ощущение, что приготовили все 2 часа назад, и оно лежало вот до момента, чтобы вот как курьер забрал. Оно очень размокшее. То же самое, хот-дог до этого был остывшим, он был холодным. Давай продолжим. Это у нас классика, классическая, фирменная. Фирменная шавуха-братуха. Я буду называть шавуха-братуха, по-моему, так лучше. Если честно, я бы так назвал лучше доставку. Шавуха-братуха, это же звучит лучше, типа там... Чем шурма-братуха, шаверма. Залетела шавуха в одно ухо, вылетела у моего братухи, я не знаю, или еще что. Ну, смотри... Ой, ну, ребята, я сразу вот не церемонюсь. Вот вы видите, это что такое? Она мягкая. Это мокрая тряпка, из которой уже все валится, прорвалось. Вы посмотрите. Вы видите, она просто порвалась. Мы только достали, она уже порвалась. И это просто не лаваш, это кусок... Это кусок... Кусок мокрого лаваша, все, что можно сказать об этом. Давай разрежем. Так, да. Разрезай. О, ну оно, конечно, все валится. Да как ее есть? Только если придерживать прямо. Ну, 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 вы посмотрите это, ну вот вы посмотрите. Ну, что это такое? Ну, вот что это такое? Внутри тут и соленые огурчики, и свежая мелко порубленная курочка, помидорки, салат. Классика. Пробуем. Внутри она все еще чуть-чуть тепленькая, поэтому есть, в принципе, не противно. Но вот этот мокрый лаваш совсем не доставляет удовольствия. Она пресная. Да. Да, она вообще, в принципе, пресная. Мясо хорошее. Ну, хорошее, просто хорошо пожаренное филе, куриное, ничего в нем такого нет, жилок я вот не вижу, что было в нем, мне по всякому случаю не попались. Очень крупно порязанные огурцы. Гигантские огурцы. Прям с полшурной огурец. Так, что у нас тут есть внутри? У нас тут есть халапеньо. То есть, чем она отличается, почему она фирменная, я не знаю. Давайте определим. Тут у нас есть халапеньо. Халапеньо довольно-таки нормальное количество. Не могу сказать, что хорошее халапеньо, такое ощущение, что он очень старый, перемаринованный и очень долго лежал в банке. Ну, ласенько. Соленый огурец. Это был свежий у тебя? Да. Соленый. И свежие, и соленые. Помидорки, капустки, чуть-чуть буквально, то есть, тут немножко этой капустки. Какой-то фирменный, видимо, соус. Не знаю, обычный соус. Она очень пресная. Соуса мало так такового, в принципе. Но он у меня уже вытек. Он у меня через все дно уже потек на стол крупными капельками. Давайте так. Каждый раз, когда вы берете шаурму, вы наверняка замечаете, вот в пакетике скапливается куча жижи внизу. Вот от нее бы ее не было. Вот она вытекла, тут две капли. Два головы пописали и все. А вот это тут, ну вот я ем, у меня ничего не течет. Соуса мало, она суховатая. Она сухая и она холодная. Она чуть-чуть теплая внутри, но это совсем чуть-чуть. Снаружи холодная. Честно, я хуже шаурмы давно не ел. Вот по вкусу вроде бы неплохо, но это пресная. То есть нет такого чего-то невкусного. Но и тут нет ничего и вкусного. Если вот убрать все эти минусы, вообще одна вся эта шаурма была один большой минус. Почему она называлась фирменная, я до сих пор, если честно, не понял. Туда могли бы добавить грибочков, какой-нибудь соус даже грибной чуть-чуть, такое что-то немного. Какой-нибудь сметанковый даже, вот такое что-то. Добавить туда еще немножечко сыра. И в принципе что-то было бы в ней хотя бы необычное. Но тут соус, которого ты даже не чувствуешь вкус. Даже если бы была бы картошка, она бы уже спасалась ситуацию, чуть больше соуса, было бы клево. Да, картошка, нет, картошка бы она впитала этот соус, там так его не было вообще сухо было бы, она бы невозможна. Если бы было бы больше соуса. Давайте продолжим, у нас дальше мексиканская идет. Ну их тут две, какая из них мексиканская? А, есть одна в пите, а нет, одна из них мексиканская, именно квадратная, вот она. Кстати, прошу опять же заметить, все это дело в фольге, но она все остывшая. Это значит что? Видимо, либо курьер доставлю... А, вот что, знаете, что я вам скажу, ребят, курьер доставки, он мне подал не из контейнера, не из сумки, термосумки, а просто в пакете протянул все это дело, обычный прозрачный пакет маленький. Вот оно все и остыло. Тогда нет смысла заворачивать фольгу, абсолютно. Смысл, да, если сумки нет. Это либо минус курьеру, если он от Яндекса, либо минус курьеру, если он от ресторана. По-моему, он был от Яндекса. Вот, опять же, то же самое, оно все раз... Ну что это? Она чуть лучше, конечно. Не лучше, она сейчас вот здесь уже порвется, вот здесь вот, смотри. Она размокла все и рвется, вот она, ну вот, вот, я зацепил пальцем, вот, чтобы вам не соврать, я просто сейчас пальцем вот зацепил при вас, и вот она уже порвалась. Вы видите это? Вот, вы видите? Ну, что это такое? Давай резать. Пробуем. Это какое-то размокшее недоразумение. Давайте так это назовем. Но снизу лаваш очень такой плотненький, он прям прожаренный, он не так размок. Возможно, хоть как-то спасет ситуацию. А что тут внутри? Это бекон? Это, да, видимо, ветчина какая-то, не бекон. Как это еще переехать? Бекон, попки огурчиков, а, попки халапеньо. Халапеньо. Да, очень много. Да, у меня тоже, видно, попка торчит. Да. Опять же, это размокло не совсем, чтобы из-за соуса, это размокло, потому что это неправильно ехало. Оно горячее, в фольге как бы нету испарения никуда, поэтому лаваш мокнет. Внимание! Я еле откусил, показываю вам наглядно. О чем я и говорю, очень толстый низ. Вот здесь внизу лаваш, вот он внизу, он, господи, он почти полсантиметра, а то его и больше. И это плотный лаваш, как глина. Это просто какая-то глина, я чувствую себя глиномесом, а не поедальщиком шавурмы. Это, давай, я даже оторву этот кусок, у меня нет слов. Да, очень сложно. У меня нет слов. Поэтому мне резалось тяжело. Да, конечно, смотрите. Сейчас, вытряхну отсюда все это недоразумение. Вы посмотрите на это. Вы посмотрите, это... Я ее порвать не могу, я вроде как бы не слабый мужик, я не могу порвать этот лаваш. Тут... Сколько тут слоев? Раз слой, два слой, три слой, четыре слой, пять... Тут шесть или... Тут даже больше шести слоев лаваша, вы че? Нет, серьезно. Кто вы так заворачивает? Вам руки оторвать надо? Нет, я серьезно, у меня прям горит. Она вкусная, но невозможно кусать. Я делаю кус, мне приходится прям зубами ее пытаться... Я вам не вру, я вам сейчас могу это все по тряпкам прям разложить все эти слои. Они еще зажарены плотно друг к другу. Смотрите, давайте просто я еще... Я не могу, я даже это есть нормально не буду. Просто мы теперь с вами читать эти слои. Считаем слои. Смотри, раз, два, раз, два, тут даже три, по-моему, смотри. О, да, сколько тут сразу, видишь, маленькие делил? Тут три даже, по-моему, слоя. Следующий. Еще раз, два, даже двойно немножко, три. Это я все считаю, вот этот один слой. И это они еще были мягкие. Дальше. Получается четыре слоя лаваша от меня. Дальше идет спрессованный. Сколько было, сейчас я считал, шесть или четыре тут было? Шесть уже было. Семь, восемь, девять. Дальше считаю. Десять. Но это прям тонких совсем не есть. Вот они, так они расходятся, да? Они расходятся. Сколько там? Десять, одиннадцать? Дальше еще есть. Тут еще три-четыре, чтобы вы понимали внутри, в этой прослойке. Ты ведь что, с дубой рухнули? Нет, я такого в жизни не видел. Да как это есть? Как это кусать? Это что за отношение такое к клиентам вообще? Попробуй, у тебя целый, дай у тебя укушу. Дай у тебя укушу просто хотя бы вкусу. Дальше слои, Никит, раз, раз, два, там три-четыре, короче говоря, четыре слоя всего лаваша. Это не четыре слоя, я же разделил тебе. Лаваш не идет такой тонкий, ты понимаешь, идет в принципе листы лаваша, идут в принципе по толщине, как вот это. Потому что всего четыре слоя. Ты видишь сколько? Вот, я разделил, я разделил, это разделил все один, ты видишь? Ты можешь один лист лаваша разделить на четыре, на пять свое. Споришь, что я сейчас куплю лаваш и так не разделю? Не может быть. И вы тоже, если купите лаваш, вы не увидите в нем столько колечек, как у дерева. В общем, это по факту 4 миллиметра почти лаваша снизу, а сверху один тонюсенький слой. И он мокрый, а снизу твердо. Да, ты права, это не ветчина, это бекон? Да, бекон, бекон здесь. Причем это просто бекон из пачки, вот могу сейчас зацать с холодильника, который просто положили сюда. Он даже не обжаренный. Он никакой, это просто сырокопченый, бекон, который сюда закинули. Я еще хочу обратить внимание, это все с этим же соусом, который был в предыдущей шурме. Этот соус, он безвкусный, и его почти нет. Тут все размокшее, не из-за соуса. У меня тут был бы он на доске, он тут есть, там миллиметр, вон он. Он размокшее из-за помидоров, вот из-за таких вещей, которые здесь напичканы. Обычно, опять же, ну тут... Обидно. У меня нет слов просто, я прям горюсь, серьезно. Может, это вопрос и кухни, почему они так долго его делали, поэтому все размокло. И к сворачиванию, может быть, повар был другой. Потому что мы заказывали уже пару раз, эту доставку пробовали, там пару позиций. И, в принципе, все было довольно-таки вкусно. Может быть, сейчас они нас подвели, но все равно кто-то закажет, там к человеку приедет такой заказ. Ну это же не дело. Все, это в помойку, я думаю. Кошки, подождите чуть-чуть. Кстати, курицу реально можно оттуда вам дать, если что. Какой-то. А я так на них рассчитывала. Знаете, пока кроме сосиски вкусной в хот-доге, я здесь ничего вкусного не попробовал. И, наверное, самое вкусное, это не реклама, если что, вчера по акции встретил. Сок я, мексиканский микс. Очень классно. Тут, господи, помидорки, перчик, оливки. Это довольно-таки вкусно. Остенький такой, приятный. Прям то, что надо под такое блюдо. Он, знаете, он не острый, он такой, он чуть-чуть пикантный. Просто интересная такая специя. Классно. И это реально вкуснее, чем это вот это все дело. Да, это очень печально и обидно. Давайте продолжать. И, знаете, я даже хочу сейчас, наверное, не мелочиться. Давайте мы сразу сейчас откроем их главную фишку. Это большая шаурма, которая весит 750 грамм, если я не ошибаюсь. Почти килограмм еды. К сожалению, он, скорее всего, будет такой же мокрый, как и все остальное. Как Даша до этого сказала, мы заказывали два раза. Да, действительно, это было давно. Это было уже месяц, наверное, последний раз месяца три назад, мне кажется, если не больше. И вот это вот, я вам сейчас покажу фотку, найду в телефоне, покажу, как это выглядело. Сейчас это выглядит совершенно по-другому. Сейчас это выглядит как... Она плоская, непрезентабельная. Опять же, да, здесь тоже все уже размокло, да, посередочке прям. Да, это совершенно уже выглядит по-другому. Фотку вы сейчас видели. Я вот, кстати, опять же, смотрите, я беру сейчас ее, и она здесь у меня уже рвется брюхо. Надо как-то взять так, чтобы она не провалась. У меня, к счастью, не развалилась, но по начинке, по внешнему виду, это обычная классика с халапеньо. Ну да, это так и есть, видимо. По вкусу. Давайте я вам покажу. Давай посмотрим. Вот так. Вот такая начиночка. По вкусу, наверное, это как классика, да? Не классика, а фирменная у них, которая. Да. Да? Не скажу, что это что-то необычное. Ну, честно, правда, было вкуснее, когда мы тогда заказывали ели. Намного вкуснее. Это не лаваш, это, ну, это здесь не соус, а не лаваша. Здесь так порублены огурцы толсто. Прям ломтища. А не только огурцы. Она настолько нейтральная, что она подойдет как будто бы всем. То есть максимально вкус такой... Да никому она не подойдет. Не яркий, да. Ее подойдет кому-нибудь закрыть, перейти это заведение. Вот что подойдет кому. Еще хочу обратить внимание, это еще маленький кусок. Мне сейчас попалось два больших куска капусты вместе. Прям качаны. Они аж хвостели сейчас у меня на зубах. Офигенно, классно есть качаны с капустой, с больших два куска. Найс! Молодцы вы, конечно. Ну, то есть качелишку вот эту, не сами листик взять, а качелишка порезана. Да, вы понимаете? Она безвкусная, никакая. И от этого, соответственно, шаурма становится абсолютно никакая. Огурцы вот эти вот размером с Годзиллу, вы понимаете? В чем прикол их было тогда? Если шаурма большая, то не значит, что нужно резать ингредиенты по размеру как шаурма. Размером с палец каждый огурец. Угу. Это не вкус, а не приятно. И у нас же рты не стали больше от того, что мы заказали шаурму побольше. Так что... Давайте... Ну, я не хочу раскрывать ее. Там, в принципе, то же самое, что было в мексиканской. Такие же большие куски. Такие... Ну, ребят, ну что это такое? Ну, это для кого-то, для каких ртов великанов? Или что это? Люди хотят, что ли, есть такие куски? Даже в салатах меньше куски огурцов летним. Знаете, летний салат с помидорами? Ну, что это такое? Халапеньо тоже большие куски. Ну, ладно, большие, они еще... Они острые. Они не острые. Острые, но в меру. Да не острые, я вон съел, и мне нормально. Целое халапеньо. Мне язычок подпекло, но от большого куска прям халапеньо. Они... Нет, понимаешь, халапеньо, у него должен быть вкус халапеньо. Тут вкуса халапеньо нет, но чуть-чуть жжется. Оно как будто бы старое, промаринованное, давно уже лежало. Либо еще что-то. Такое ощущение, что либо оно плохо хранилось, либо лежало долго у них. Но это никуда не годится. Я, вот честно, я вот ставлю вот этой доставке просто кол из десяти. Просто единицу из десяти. Я не ожидал, что тогда же поставлю. Я думал, наоборот, что для вас новое интересное показать. Ну, а получается, как всегда, какое-то черзнайчо. И, ребят, это реально сухо. То есть тут соус, ну вот, он должен течь. Давайте я так вот. А, потек. Соря, с одной стороны вытекло он немного. Там он пресный, абсолютно безвкусный соус. Хочешь попробовать? Я в своей попробую. А у тебя, наверное, вытекло все в одну сторону, наверное, так ехало. Попробуй. Сухо, да, наверное? Сухо? Соус как будто просто сметана. Да тут, во-первых, он жидкий. С каким-то острым соусом перемешано, и все. Да он даже не острый. Это, наверное, халапеньо просто чуть-чуть вкусно. Действительно, он очень жидкий. Да он жидкий, он водянистый, он безвкусный. Это просто, извините, на шаурму. И я по-другому не могу сказать. Дорогие друзья, я решил открыть приложение и посмотреть, в принципе, что у нас есть в этой большой, да? Давайте я фотку сейчас вам покажу. На экране увидите, как это изображено в меню. И, если честно, вот в прошлый раз вы увидели до этого фотография, она примерно такая и приезжала. Выглядело это классно и было вкусно. Что у нас здесь должно было быть? Итак, филе с добавлением фирменных специй, спелые томаты, свежие огурцы, хрустящий салат, маринованный красный лук. Лука не было. Лука не было. Свежая зелень? Не было. Зелень просто был салат айсберг порубленный. Нет, он здесь, хрустящий салат был. Лука не было, зелени не было, маринованные огурцы с добавлением острых перчиков и лапини, картофеля пай. Картофеля пай не было. Кстати, да, в этой большой не было картошки. Картофеля пай не было. А как так? А где картошка? Нету ни картошки, ни зелени. Нету картошки и лука внутри. Ни лука. Это в чем прикол? Завернута свежеспеченный лаваш с авторскими соусами, две штуки. Нет там авторского соуса, вы там на с*** нам. За отсутствие двух ингредиентов, я считаю, это просто кол доставки. Трех ингредиентов. Это просто кол доставки. Далее, фирменная шевуха, то же самое. Тоже должна быть с картошкой, а ее там нету. Тоже ничего этого не было. Далее, мексиканская. Спелые томаты, фирменные специи, жареная на гриле куриное филе. О, жареная на гриле куриное филе. Что я сказал, у них все это филе, жареное на гриле. По факту вы такую шаурму можете сделать дома. Просто вот так вот, как домашняя, еще будет намного вкуснее. Так, маринованный красный лук тоже не было. Нет. Свежая зелень не было. Сыр моцарелла, там сыра не было. Она без сыра. Она еще и без сыра. Там просто бекон с овощей и сверху был соус. Сочные ломтики бекона с добавлением острой печи халапени. Все это заверто свежееспеченным лавашаторскими соусами. Ну что вы делаете? Нету половины ингредиентов практически. Вы что, сдурели что ли? Половины ингредиентов нет. За что мы заплатили 1900 с копейками рублей? Я не понимаю. Тут просто нет ничего. Это как это вообще? Как это? За пять позиций получается. Я первый раз в жизни такое вижу, что было такое отношение к клиентам своим. Вы с дуба рухнули. Мне хочется прийти, извините вам, и поддверь наделать за такие. Давайте перейдем к последней позиции. Я сразу открою, посмотрю, что у нас вне должно быть. Давайте так, чтобы потом не смотреть. Что у нас должно быть? Жареное на гриле куриное филе с добавлением фирменных специй, спелые томаты, свежие огурцы, маринованный красный лук, свежая зелень с добавлением картофеля, паяц, все это свежая спечная лепешка. Чем тогда все это отличается? Ничем не отличается, они все одинаковые. Они все с одинаковым соусом, одинаковыми ингредиентами. Только мексиканское отличие... Чуть, палец не сломал. Только мексиканское отличие в том, что у нее есть бекон. И все. И нету сыра моцарелы, который должен быть там. Кстати, в прошлый раз, по-моему, там был сыр, и было вкусно это. Действительно. Давайте откроем, посмотрим. Эта шаурма отличается тем, что она в лепешке. То есть... Пите. Пите. Открываем. Давай. Если честно, в прошлый раз... Вот, опять же, я говорю про прошлый раз. Это я еще брал сам. Давно это было, очень давно. Когда первый раз пробовал. И мне прям приезжает, я прям беру в руки, и она прям, знаете... Где я сначала, чтобы... Подождите. Они... Она прям была сделана так, чтобы была пита хорошая, разрезанная. Вот так красиво белая пита. И она сверху разрезана, как должна быть, как она подается. И ты вот так держишь в руках, и она прям стоит, неразмокшая. Ты прям ешь. Она классная, твердая, но не сильно. Что я здесь сейчас вижу? Почему об этом заговорил? Как это есть? Гамбургер на минималках. Скажем так, с курицей и без лука. Без чипса. Ничего нету, вообще. Тут ничего нет. Тут нет ни-че-го. Вообще. По-моему, это какое-то убивательство. Я сейчас буду... Давайте я сейчас прям при вас позвоню. У меня появилась такая проблема. Не появилась, а произошла. Я сделал доставку у вас сейчас. Вот был мой последний заказ. Шаверма, братуха. И привезли мало того, что весь лаваш и все что угодно, но все развалено, прям все вываливается, все размокше. И нету половины просто ингредиентов, которые есть в списке вот в этих позициях. Нет ни сыра, нет ни лука, нет ни зелени, нет ни картошки, ничего нет. Ни в одной из позиций. Я заказал всего по одной позиции. Каждой шавермы. Тогда я вас понял. Подскажите, пожалуйста, вы сможете прислать фотографии? Я без проблем могу фотки прислать. Да, то есть вы можете, пожалуйста, в наш чат поддержки в Яндекс.Ибе прислать вот эти фотографии? Хорошо, я сейчас пришлю. Огурцы размером, я просто... Вот здесь огурцы. Давайте, помните, какие были сейчас до этого? А теперь посмотрите сюда, здесь еще больше. Здесь огурцы, как мой череп. Это как огурцы, которые надо разрезаешь, с грядки сорвал, разрезал на четыре части, посолил и покушал. Прямо такие огурцы по размеру. Что я пишу? Я пишу, нет внутри картошки пай, нет зелени, нет сыра, нет... Что там еще у нас не было? Огурцов. Ой, маринованного лука. Нет лука. И огурцы размером с палец. Огурцы, как палец, есть невозможно. И лаваш, и весь лаваш размокший. Мокший. Берешь в руки и рвется все. Ну что, друзья, мы написали. Я не знаю, чем это сейчас закончится. Я надеюсь, нам хотя бы вернут деньги. Оплачивала, кстати, бонусами Яндекс, бонусами этими. И, ну, один фиг они к рублям приравниваются. Ну что, мы будем пробовать это просто? Я не вижу смысла это пробовать, честно. Я уже сказала, это то же самое, как и классика. А знаете, я просто попробую сейчас вот этот кусочек соуса. С соусом. Тут отдельно чисто соус. Одинаково. Это такой же соус, он. Да он безвкусный, ребят. Тут еще что-то. Еще есть, видимо, красноватый какой-то соус. Просто, чтобы вы понимали, там два соуса фирменных. Один из соусов, видимо, должен быть светлый, другой, ну, красный, как обычно. Вот чтобы, я не знаю, видно сейчас или нет, красноватый. На двух кусочках маленьких курочки. И все. И все. По пипеточке такие. Оп, пипеточка, чуть-чуть соуса им сделаю. Много. Очень жалко, драгоценные золота. Из гномьи горы золота. Достали, алмазы и все, что есть, вот тут вот можем поделиться. Я, кажется, понимаю, могли закончиться чипсы, но они должны бы-то отменить заказ. Как это заказ без двух ингредиентов, трех денег? Они могли написать, сообщить, нет чего-то, того-то, того-то. Или вообще в доставке сказать, написать это сразу прямо на сайте у себя. Ужас. Слушай, покупать из этого платье денег, в конце концов. Это бы даже один балл не поставить. Да. Напомню, сколько стоила доставка? 1900 рублей за это все, 1950. Нет, а доставка сама сколько стоила? 120 или 150. Или 170, неважно. В общем, ребят, как будет ответ? А будет ответ? Хорошо, пока ждем, пока ставим паузу, будет ответ. Я сейчас сниму вам и расскажу, что у нас будет, значит. Давай стопорни пока. Но это угар, слушай. Итак, дорогие друзья, справедливость восторжевала. Я скинул фотографии, попросили объяснить, с какими позициями что не так. Я объяснил подробно, с какими позициями что не так, чего не хватает и почему они плохие, эти позиции. Приносим наши извинения вам, все дела, тря-ля-ля. И вернули деньги за заказ. Спасибо большое. Сколько они вернули? Они вернули. 3453 рубля. Ну, не полностью. Не полностью. За хот-дог не вернули и за картошку фри не вернули. Потому что я сказал, ладно, черт с ней, картошка фри в доставке. Всегда плохо говорю, за нее, говорю, можете, нет. А хот-дог был классным, так что, в принципе... Ну, как классно? Кстати, я мог написать и скинуть фотки, какая булка у хот-дога зажаристая. Надо прямо сейчас, можно было, кстати, скинуть. Что-то я не подумал, забыл. Да, хот-дог, который мы съели бы сейчас, отфоткали. А мы его и съели, да. Ну, ладно, ну, можно с видео было вырезать. Короче, ребят, если что, всегда воюйте, добивайтесь своего. В смысле, не всегда воюйте, а если что-то произошло, не так имею в виду. Война плохо, война никому не нужна. Вот. И пускай справедливость восторжествует, как говорится. Шаурма, это шаверма. Я, честно, не вижу смысла оценивать. Вы прекрасно видели, что сейчас произошло, как это выглядело. Тебе хоть что-то понравилось, кроме хот-дога? Ну, как тут сказать. Салат был отвратительный в классике. Если бы еще в обычных фирменных шаурме, там, не знаю, вообще во всех их шаурмах был нормально порезан огурец и нормально порезан был айсберг без кочерыжки, то было бы все супер. У них же написано «Хрустящий салат». Ну, короче, я бы такое никогда второй раз не попробовала. Видимо, это... Нет, на самом деле, там у них даже на фотографии, типа, такие, как кочерыжки. Так что, видимо, у них, в принципе, это фишка. Класс, кочерыжки, зайцы, грызите. Обзор получился вот таким. Это наш первый такой провальный обзор. Не наш, а их, скорее, провальный. Потому что они так приготовили и так доставили. Мы хотели похвалить. Да. А хвалить-то нечего. Да, получилось, как всегда. В общем, ребят, подписывайтесь. Если вам нравятся какие-то такие скандальные обзоры, тоже пишите к лайкам, ставьте комментарии и все остальное. Пишите ваше мнение по поводу этой доставки и вообще доставок шаурмы, которую вы пробовали. И пишите в комментарии, какая вам шаурма, нравятся доставки или вы предпочитаете делать домашнюю. И домашняя шаурма, это вообще здорово. А давай приготовим на днях? Да. Давай, приготовим. И сделан для вас классный рецепт. И это будет намного лучше, чем то, что вы видели сейчас. Вот это вот полное говно. Поэтому до свидания, больше кушайте и не толстеете.